Комиссия является координацией деятельности всех субъектов антинаркотической деятельности. К ним относятся в первую очередь ФСКМ МВД, в свете профилактики комитета образования, комитета по делам молодежи, комитета по культуре, спорту по делам молодежи, в вопросах, несомненно, органы местного самоуправления, в вопросах лечения органов здравоохранения, в вопросах реабилитации реабилитационного центра «Новая жизнь», в вопросах информационного противодействия администрации района и средств массовой информации общественной организации. Координация деятельности вышеперечисленных субъектов – это функция антинаркотической комиссии. Эта работа осуществляется в виде проведения заседаний, на которых вырабатываются определенные решения, исполнение которых находится под контролем комиссии. В прошлом году мы провели пять заседаний, на которых было рассмотрено более 19-20 вопросов, были заслужены главы трех поселений, главы профильных комитетов, и был осуществлен контроль за выполнением антинаркотического плана. Следует отметить, что план выполнен в полном объеме, было реализовано, было запланировано и освоено 200 с небольшим тысяч рублей. Эти деньги были потрачены на профилактические мероприятия, линии комитета по образованию, комитетам по культуре, спорту и делам молодежи. На следующий год надо планировать более 300 тысяч рублей, тоже на профилактику. Если говорить о наиболее значимых мероприятиях, которые проводились под эгидой, с координацией антинаркотической комиссии, то это участие всех органов местного соуправления в областной акции «Объезд без наркотиков», это проведение дня, международного дня противодействия и борьбы с наркоманией, это психологическое тестирование в учреждениях образования 5-11 класса, это рейдовая работа, работа по выявлению наркопитонов, работа с родителями по объяснению необходимости проведения медицинского тестирования учащихся, потому что, как показывает статистика, полгода назад такая была, что порядка 40% родителей категорически возражает против проведения медицинского тестирования учащихся, объясняет это в первую очередь тем, что боятся, что вдруг ребенок на этом деле засветится, а информацию выйдет наружу. Вот это основные мероприятия, которые были проведены в 2014 году. На 2015 год у нас, по сути, остались те же мероприятия, это борьба со спросом на наркотики и борьба с предложением на наркотики, но в связи с созданием нового областного закона поставлена еще одна задача, это ранняя диагностика наркозависимых, их реабилитация и ресоциализация. Как это все будет происходить на уровне области, пока еще непонятно. Но идея заключается в том, что органы местного управления, комиссии, территориальные правоохранительные органы должны выявлять из группы риска наркозависимых людей, направлять их в наркологический кабинет, где с ними будет беседовать нарколог, выяснять, согласен ли он на лечение. Если он согласен на лечение, область будет приписывать ему сертификат и направлять в какой-то регуляционный центр. Но пока проблема с центрами, пока проблема с сертификатами. И как это будет выглядеть, это сложно сказать, особенно в условиях сложного экономического положения в стране. Тем не менее, такая задача поставлена. На что еще хотел бы обратить внимание, это вы мне все прислали антинаркотические планы, с отторганных местным самонаправлением, да? Прислали их на основании тех рекомендаций, которые я давал еще полтора назад. Я попрошу включить вот там в раздел руководящий документы новый областной закон о профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, запятая, наркомании в Ленинградской области. Хотел бы помогать всех членов комиссии за работу в прошлом году и надеюсь, что в этом году у нас будет не хуже. По инициативе комитета по образованию областного провести огромное родительское собрание с такой просветительской целью, родителей на предмет того убеждать, что надо делать ранее тестирование. Потому что мы столкнулись с тем, что родители не только против медицинского тестирования, они и против весь психологического тестирования. Далеко не все родители соглашаются, а там абсолютно не говорили мы уже на комиссиях. Дело в том, что я понимаю, что приглашают на такое событие специалистов, на таких. На авторитетах. И после чего ситуация, в общем-то, меняется. Так что членам комиссии в апреле месяце мы даже можем раскинуть эту информацию, порекомендовать на это присутствие, как это будет выглядеть. Может, какие-то вещи мы будем делать наружение. Еще по ходу наркологическая служба находится в составе Книги-Сепска-Межрайонной больницы. Кабинет. Он называется кабинет. Методическое руководство осталось Некрадским областным наркологическим диспансером. То есть у нас методическое руководство сохранилось. Медицинскую помощь наркозависимым оказываем мы у себя в наркологическом кабинете. Кроме того, направляем в стационар. Стационар для лечения наркозависимых есть в областном наркодиспансере и в Выборском межрайонном наркологическом диспансере. И, конечно, амбулаторная служба сохраняется и оказывает медицинскую помощь. Самая главная наша задача это выявление наркологических заболеваний, желательно как можно в более ранние сроки. Это касается, в основном, несовершеннолетних лет. Далее, это медицинское свидетельствование на состояние обвинения и наблюдение, профилактическое наблюдение, диспансерное наблюдение, проведение необходимых лечебных мероприятий, определение показаний для направления стационара и на медико-социальную реабилитацию. Я должна сказать, что в областном наркодиспансере существует отделение медико-социальной реабилитации и на базе Выборгского межрайонного диспансера. Причем в Выборге с января этого года открыто отделение реабилитации для несовершеннолетних, что очень важно. И я думаю, что мы этим отделением постараемся пользоваться очень широко. Направляют к нам в уголовно-исполнительную инспекцию. То есть есть лица, которые осуждены условно и решением суда им рекомендовано пройти обследование и лечение в наркологическом кабинете. Это первая категория лиц. Вторая категория – это лица, признанные наркоманами, и которым судом дана срочка исполнения наказания и назначено альтернативное лечение. И третья категория – это лица, которым назначен судом административный штраф за употребление наркотиков. Все эти лица обращаются в наркологический кабинет. С ними мы проводим необходимые профилактические мероприятия. Наблюдаем их дальнейшим. Значит, альтернативное лечение здесь обязательное в учет у нарколога. Остальные категории – это добровольное наблюдение и лечение. В регионе несовершеннолетних, употребляющих наркотический звезд, в основном осуществляется в ходе нашей совместной работы с отделом по делам несовершеннолетних полиции, комиссией по делам несовершеннолетних, администрацией учебных заведений. Родители обращаются с подростками для консультации, когда у них возникают подозрения, что регионы неблагополучны. Дальше, при проведении различных медицинских освидетельств, хочу сказать, что бывают у нас довольно часто случаи, когда ребенок обследуется по другим причинам, например, употребление алкоголя, употребление токсических веществ, и параллельно мы обнаруживаем в его организме наркотические средства. Буквально в этом году у нас была выявлена группа подростков в поселке Котейском, которые дышали бензином, причем один из подростков уже довольно взрослый, можно сказать, 98-го года мальчик, и у двоих из этой компании были обнаружены параллельно и наркотические средства к каннабиноидам, то есть курили они. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова